Так, значит, так как у нас с вами был сбой небольшой, я повторюсь. Значит, идея, помните, у нас есть папка страны 1, в которой находятся идентичные таблицы на одинаковых листах, но в разных файлах. И нам нужно это все соединить в одно. Значит, что мы сделали? Вкладка данные, получить данные из файла из книги. Выбрали первую страну. В окне навигатора выбрали лист, на котором находятся данные. И нажали на загрузить его. Сказали, что нам нужно только подключиться к источнику и создать запрос. Ок. Далее мы должны были посмотреть, как создаются дубликаты с изменением названия файла. Первый способ. Войти в Power Query. Раскрыть область эскизов, как в предыдущем примере. Правая кнопка мыши. Дублировать. Получить новое название. Да, кстати, нужно первую переименовать в страну Бразилия. Вторая у меня будет, например, в Германии. Также запрос переименовываем. Переименовываем. И дальше нам с вами необходимо подключиться к другому файлу. Подключение мы ведем с вами через источник. Раскрываем шестереночку. Первый способ. Кнопка обзор. И выбрать Германию. Способ номер два. В этом окне, если знаете, как называется файл, просто вот здесь в пути прописать название страны. Ок. Обязательно проверьте, что все остальные шаги прошли правильно и получили результат. Далее. Создает дубликат. Опять же, первый и второй, не важно. Правая кнопка дублировать. Это у нас будет с вами Франция. Название можно поменять с правой стороны. Теперь по поводу источника. Если мы знаем и видим, как работает строка формул, в источнике нам говорят, что мы подключились к книге Excel, контент находится вот по такому-то пути в таком-то файле. И можно прямо здесь Германию поменять на Францию. При этом вы должны стопроцентно знать, как называется файлик. Франция. Enter. И пошли навигация. Тот же самый лист 2018. Повышенные заголовки, измененный тип. Все сработало. Ну и остается США. Правая кнопка дублировать. Называем США. И в шаге источник, любым путем, шестеренка, обзор или просто имя файла меняем в строке формул на C, 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 A. Подключили все данные. И теперь нам нужно их объединить в единый список. Не выходя из Power Query, мы можем это сделать, если на вкладке «Главное» мы раскроем кнопку «Добавить запросы в группу и объединить». Здесь мы должны увидеть два момента. Добавить запросы и добавить запросы в новый. Чем будет отличаться? Например, если я сейчас нахожусь на запросе США и выбираю «Добавить запросы», у меня к данным в стране США добавятся снизу все остальные. И сам вот этот запрос будет, наверное, не совсем корректно рассматривать. Поэтому мы выбираем «Добавить в новый запрос». И видим то же самое окошко, которое видели в прошлом примере. Три таблицы и более. США у меня, как выделенные в текущий момент, уже добавлены. Остается Германия, Бразилия, Франция. Через shift я выделяю, так как они подряд. Добавить. И если необходимо, опять же, стрелочками можно поменять порядок. Жмем «Ок». Дожидаемся выгрузки. В самом начале мы с вами должны были разобраться вот с этой строчкой «Нал» в Бразилии. Если бы я знала, что у меня вот эта строчка во всех существует файлах, я бы сразу в первом запросе от нее избавилась, а потом при копировании программа избавлялась бы автоматически от этой позиции. Я знала, что у меня в остальных не было этой строчки, поэтому в запросе «Бразилия» я пока с этим бороться не стала. А теперь возвращаясь у него, как удалить строчку. Разные пути существуют. Можно отфильтровать все позиции, например, с «Налом». Можно нажать «Удалить строки» и сказать удаление верхних, нижних строк и так далее. Но тогда с количеством нужно будет разобраться. Или можно удалить полностью пустые. Но если одна из колонок не будет пустой, то эта строчка не удалится. В нашем случае подходят все варианты, поэтому я иду в «Код заказа» и отключаю «Налы». Все. В Германии, Франции, США такого пункта, такого шага и такой ситуации не было. Ну а в нашем «Общем» сейчас строчка у «Бразилии» с «Налами» тоже исчезла. То есть можно в любой момент скорректировать. Ну и даем название нашей табличке «Общие», например, «Все страны». И теперь нам необходимо эту таблицу выгрузить в файл Excel. На вкладке «Главное», так как это первая выгрузка, открываем «Закрыть и загрузить». Выбираем «Закрыть и загрузить». «Мне нужно только подключение» и жму на «Ок». Если мне, соответственно, нужно выгрузку сделать на лист, а я вдруг ошиблась, то тогда иду на нужный запрос, правая кнопка мыши «Загрузить в» здесь тоже существует. То есть можно в любой момент исправиться и сказать, что в виде таблицы, например, на имеющийся лист и нажать на «Ок». И вот мы получаем данные по всем странам и всех табличек. Я на самом деле здесь принудительно, осознанно выбрала вариант подключения. Потому что если бы я общую таблицу выгружала с вариантом только, ну как бы, выгрузить таблицу, то три листа «Германия», «Франция», «США» у меня также появились бы вот здесь. И мне бы пришлось у них, простите, убирать, ну то есть менять выгрузку на только подключение. А здесь мы сразу все подключили, а потом у одного запроса поменяли вариант выгрузки. Вот. Это самый, наверное, такой простой, но не мобильный вариант. То есть 50 однотипных файлов, и вам нужно будет 50 вот этих позиций подключать. Поэтому на следующем примере мы с вами посмотрим, как немножко оптимизировать задачу. А вот самые интересные, самые, как говорится, вкусные вариации вы уже можете рассмотреть на курсе Excel 7, если вы к нам потом пойдете дальше учиться. Так вот, какая ситуация? Те же самые таблицы, те же самые страны, но в этих таблицах я убрала специально колонку «Страна». То есть прошлым способом можно было это все выгрузить в единую список, но нужно было каким-то образом подбираться к названиям. То есть писать, создавать новый столбец было бы, ну не очень, наверное, быстро и красиво. Так вот, эту проблему тоже можно решить. Чуть-чуть так приподнимаем завесу к седьмому уровню. То есть на шестом мы такие подобные задачки не решаем. Данные. Получить данные из файла, но уже из папки. В одной папке все файлы должны храниться с идентичными таблицами. Иду в папочку, выбираю страны. Файлов, естественно, здесь не видно. Мы подключаемся к папке. Нажимаю на «Открыть». И здесь нам нужно посмотреть, какие файлики там находятся, по типу, по названиям и так далее. И нажать на кнопку «Объединить». Так как я знаю, что кое-что придется, наверное, переделать, я выбираю «Объединить» и «Преобразовать данные». В прошлый раз у нас этой кнопки не было. Итак, я должна быть уверена, что у меня все данные находятся на одном листе. Первый файл, как пример, будет у нас. Нажимаю на «Ок», жду «Power Query». Сейчас мы увидим, что в области запросов тут куча всего нового пришло. На данном мастер-классе мы с этим не разбираемся. Мы посмотрим с вами на результаты с позиции, как бы это можно было кинуть уже в Excel. То есть они у нас уже все объединились. Вот они, эти таблички в едином списке. Давайте посмотрим. Источник, папочка. Убрали скрытые файлы, если есть некие отфильтрованные. Настраиваемую функцию преобразования вызвали. Переименовал он столбцы там, где нужно. И, соответственно, дальше уже подключились к расширенной таблице. Применили измененный тип, опять же, числа числами, даты датами, тексты текстами. Вот. Что нужно дополнительно сделать? Нужно убрать пустую строку от Бразилии. И еще, помните, да, у нас нет стран, соответственно, нам бы эти страны откуда-то взять. И хорошо, что у нас файлы называются по стране, по названию страны. Этим мы можем воспользоваться. Итак, первое. Здесь, наверное, проще будет сработать через фильтр. В коде заказа убираю налы. Все пустые убрались. Кстати, колонн 6 пустое тоже нужно будет удалить. Это можно сделать через правую кнопку, через дэлит, через кнопочку удалить. Убираю. И остается преобразовать первую колонку. Давайте сразу я ее назову. Страна. Через правую кнопку переименовать. Назову страна. И мне нужно избавиться в этой колонке от точки и то, что идет после нее. Поэтому идем в преобразование выделенного столбца. И нужно найти группу текстовый столбец или столбец текст. Команда извлечь. Разные варианты здесь есть. Нам нужно извлечь текст перед разделителем. То есть мы оставляем только то, что идет перед разделителем. Во всех ячейках должны быть одинаковые разделители. В нашем случае это точка, с которого начинается разрешение файла. Расширение файла. Жмем ОК. И в этом столбике текст, точка X или SX, должны исчезнуть. И останется страна, которую мы хотим получить. Ну и имя запроса страна 2. Пусть у меня пока остается это имя нашей папочки. Кому будет интересно, приходите на седьмой уровень. И вот эти всякие преобразования, настройка примеров, запросов, функции. Там будет все рассмотрено вместе с параметрами, с параметризацией. Будет интересно. Ну а мне осталось это все только выгрузить в Excel. Поэтому главное закрыть и загрузить. Выбираю закрыть и загрузить в виде таблицы на имеющийся лист. ОК. И вот они все данные пришли к нам сюда. Как вы видите, есть разные способы подключения к однотипным источникам и создания единого списка. Некоторые из них самые простые. Мы посмотрели. Приоткрыли завесу, так сказать, к тому, что происходит у нас на курсах. Немножко еще задержу ваше внимание. Вернусь к презентации своей. И дадим слово нашему менеджеру. Анна. Добрый вечер, друзья. Меня слышно? Так. Анна, вы как с нами? Меня слышно? Друзья, добрый вечер. Слышно ли меня? Тихий. Я вас не слышу. Анна, скажите что-нибудь. Говорю. А вот, теперь слышно. Мне просто не было слышно. Спасибо. Даю вам слово, пожалуйста. Так, и меня опять не слышно. Спасибо. Спасибо. Ага, тоже не слышно, да? Так, Анна, вас не слышно? Давайте... А сейчас слышно? Да, сейчас слышно, да. Прошу прощения, тоже неполадки со связи. Еще раз напоминаю, да, что ближайший курс у нас стартует 3 апреля. Можно заниматься либо очно, либо дистанционно по вебинару. Стоимость курса 15,990 – это для очного обучения. На онлайн у нас действует скидка 10%, а стоимость 14,350. Обратите внимание, что для данного курса нужна предварительная подготовка. Это знание Excel уровень 2, расширенные возможности. Чтобы определить уровень вашей предподготовки, вы можете у нас на сайте пройти тестирование. Я в чат сейчас вам направлю ссылку на курс, на программу. Также, если вам не подходят ближайшие даты, у нас расписание на год вперед. Опять же, все даты представлены на сайте. Вы можете спланировать свое обучение заранее. Также хочу обратить внимание, что у нас есть комплексные дипломные программы. Их выгодно проходить, потому что курсы туда заложены со скидкой 30%. Есть программы, например, Магистр Excel, специалист по Microsoft Excel и Power BI, либо дипломная программа, например, Аналитик данных. После завершения дипломных программ вы получаете диплом профессиональной переподготовки. Опять же, все ссылки я вам направляю сейчас в чат. Вот, направила. У нас есть разные форматы обучения. Повторюсь, есть очное, есть очно-заочное. Вебинар, открытый формат обучения. Хочу отдельно обратить на него внимание. Это обучение по видеозаписям и поддержка преподавателя. Вы получаете индивидуальную консультацию. Также всем прослушивающим сегодня мастер-класс мы даем право на персональную консультацию по профессиональному развитию. Для этого нужно направить нам промокод «Иду вперед». Вы можете либо позвонить, либо написать его в чат, либо заполнить форму у нас на сайте обратной связи. Мы с вами тогда свяжемся. Ссылку я вам тоже додублирую в чат. Также оставляю все свои контакты. Вы можете с нами связываться, как вам будет удобно. Есть мессенджеры. Вы можете писать к нам на сайте в чат, звонить, любыми способами связываться. Мы вас проконсультируем, подберем и формат обучения для вас удобный, и стоимость. В принципе, на все вопросы ответим. Будем рады вас видеть. Может быть, у вас сейчас какие-то вопросы остались. Я с удовольствием отвечу вам. Ну, видимо, вопросов нет. Тогда спасибо. До связи. Спасибо. Может быть, ко мне остались вопросы по курсам, может быть, по нашему текущему мастер-классу. Если да, задавайте. Если, соответственно, будут вопросы позже, я также в чат напишу сейчас свою электронную почту. Звучит она достаточно просто. Е. Сидорова, собака-специалист.ру. Вот, можете писать на эту почту, если какие-то вопросы. Вот, если вопросов не осталось, так же, как Анна приглашает на наши курсы, третий, четвертый, вернее, третий, шестой уровень Экселя. Вот. Большинство, кстати, я смотрела, уже проходили похожие уровни. Вот. Но в любом случае развиваться нужно. Идти нужно, как правильно сказали, иду вперед, идти вперед. Поэтому пишите, будем общаться, приходите к нам на курсы, всегда рады вам. И я еще минуты 3-4-5 здесь с вами побуду. Если еще увижу вопросы, все-таки отвечу. А вот запись нашего мастер-класса я на сегодняшний, на текущий момент завершаю. Очень приятно было с вами встретиться. К сожалению, не обошлись без технических проблем, но все равно в конце будет все хорошо, все соединено в один файлик. И если нужно будет, вы можете этот семинар еще раз просмотреть. Спасибо всем за участие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.